Федеральный министр труда в Германии Хубертус Хайль предложил выплачивать ежегодные льготные пособия для одиноких людей с доходом ниже 4000 евро брутто в месяц из-за высоких цен на энергоносители и продукты питания. По словам Хайля, если речь идет о супружеских парах, то пособие будет доступно тем, чей семейный доход менее 8000 евро брутто в месяц. Ни сроки, ни другие подробности выплаты пособий пока не определены. Немецкие экономисты института увидели первые признаки того, что инфляция начнет постепенно замедляться во второй половине года. По словам мюнхенских исследователей, все меньше компаний в Германии стремятся повышать цены на свою продукцию. В целом экономисты ожидают, что годовой уровень инфляции достигнет 6%. Цены снизятся практически во всех отраслях, кроме розничной торговли. Здесь аналитики видят самое большое подорожание, которое вряд ли сократится в ближайшем будущем. За торговлей идут строительство и поставщики услуг. Аналитики видят еще много рисков для экономики Германии в этом году, кроме инфляции. Но экономические настроения в мае стали лучше. Согласно прогнозам экспертов, немцам придется платить за еду еще больше в ближайшие месяцы. В Германии розничные цены на продукты питания, вероятно, вырастут более чем на 10%. В итоге каждое домохозяйство Германии в среднем вынуждено будет потратить на продукты питания для одного человека на 250 евро больше в этом году. К другим темам. Прямое железнодорожное сообщение свяжет столицы Франции и Германии. Между Берлином и Парижем будут курсировать скоростные поезда. Кроме того, планируется значительно расширить рейсы на направление из Франкфурта и Штутгарта в Париж. Сейчас также ведутся переговоры о дальнейшем расширении высокоскоростного соединения между Германией и Югом Франции. Deutsche Bahn сообщает, что с 12 июня вступает в силу летнее расписание. Среди изменений – прямое сообщение между Берлином и североморским островом Зюльт. После десятилетнего перерыва к сети междугородних поездов будет подключен Хемниц, откуда можно будет добраться до Берлина и далее к Балтийскому морю без пересадок.